Талоны на поездку в общественном транспорте ушли в прошлое. С 1 июля пассажироперевозчики к оплате их не принимают. Льготный проезд возможен только по карте МИР. Обратной дороги нет. Реализовать право на льготный проезд будет возможно только с использованием банковской карты МИР. То есть данную карту нужно будет привязать сначала к цифровому сервису карты жителя через управление социальной поддержкой по месту проживания. Либо можно обратиться в МФЦ, либо если вы проживаете в городе Абакане, можно прийти в ЦИНТ, который размещен у нас по адресу щетинки на 18, заполнить анкету. С собой нужно взять будет паспорт, удостоверение, подтверждающее о том, что вы относитесь к определенной категории льготников, с НИЛС и банковскую карту. Время привязки карты к цифровому сервису занимает буквально 5 минут. В Центре информатизации ответственным за внедрение новой технологии не скрывают. Сбои в работе электронного сервиса на некоторых маршрутах случались. Их оперативно устраняют. За полторы недели работы карты жителя из 44 тысяч привязанных к системе инструментов валидаторы не прочитали порядка 200. Разработчики рекомендовали владельцам заменить их на новые. То есть процедуру привязки карты следует пройти повторно. Случай, когда с банковской карты, вопреки регистрации, в системе касса снимает плату, тоже есть. Особенно много таких списаний происходило в первые дни июля. Большая часть обращений к нам именно в том, что люди просто прикладывают не ту карту. Если карта та, все нормально, то есть ровно та, что вы привязывали, написали заявление, пожалуйста, то есть граждане должны будут спокойно сообщить нам в Центре информатизации, взять с собой чек, смс о списании. И, конечно, туда, куда деньги восстановить, и дать эту информацию нам, чтобы мы быстро, оперативно поговорили с перевозчиками, поговорили с банковской системой, и вам все эти деньги компенсировали. И мы настроили систему так, чтобы у вас работала стабильная льгота, и сложности не возникло. На данный момент обработано порядка ста таких заявлений, деньги возвращены. В Центре информатизации поясняют, что в течение ближайшей пары недель система поднастроится и заработает без ошибок и сбоев. Что касается незаконного использования льготных карт, то такие случаи тоже есть. В Министерстве труда предупреждают хитрецов, что видеокамеры в общественном транспорте все видят. И внуку по бабушкиному проездному долго кататься не получится. В случае передачи карты жителя третьим лицам она будет автоматически блокироваться.